Ну так и так, идем к третьей части моего видео, но пришлось разбить на несколько частей, ну столько всего собралось и такое вот чудо, вот и сразу все покажешь. Я вообще вот почему решил записать это видео, есть у нас русскоязычный стример, кстати, киберспортсмен, очень даже талантливый, честно, ну до чего такой капризный, постоянно меняет тимметы, как-то не складывается у него ни с кем отношения, это не это, это не то, не туда пошел, не то сделал, не так выстрелил, не так пукнул, наверное, а ты, ну тут в общем, наверное, видимо, хочу всегда быть главным, всегда чтобы было по-моему, обижается вот прям в прямом вере на все. Я был на него подписан, но когда он выставил сбор на пенсию бате и принес какую-то чушь, что, мол, на что еще можно добавить в этом описании, я прям тут описал, но как-то стремно стал на это смотреть. Что у людей за фантазия? Отцо на пенсии, может еще и бабушке, дедушке, сестре на стипендию, ну вы поняли, я его, конечно, не обвиняю, выставляю сборы хоть на пенсион платье, но вот реально рассмешал, не буду говорить, кто это, я, к сожалению, не записал, но вот идея записать это видео, как раз меня и вдохнула. Хочу показать ту часть, когда стример становится полноценным стримером, ну простите за бутафор, я объясню об этом чуть позже. В этой части я собрал подборки, ну самых-самых чудных стримерских запросов, ну не хочу называть это попрошайничеством, я их прекрасно понимаю, желание огромное есть, играть хочется, все это дело показывают, ну а жить-то на что-то надо. Ты твич стал таким местом, где стримеры постоянно что-то просят, ну типа это нормально, стримерам надо как-то жить, ну как говорил, зарплату им-то некому платить, так что давай скидывайся на это, на то, на еду, на стулья, столы, кровати, в общем, на все. Давайте посмотрим, что я тут забирал, ну в общем, кто на что гораст. Ну вот если честно, вот в глубине души у меня, я вот отчасти им реально завидую, вот ведь живут и занимаются любимым делом, играют в игры, я тоже ведь играю, люблю поиграть, но вот не у всех это получается, вот у меня вот конкретно, я не могу быть скипер-сосмером, у меня реакция не та, ну не дано это мне. Ну вот кто-то с упорством продолжает стримить, хотя реально доходы это не приносит. Подписчики есть, ну допустим, тысячи человек, но кормить всего своего стримера, вот не каждый спешит, и вот как-то вот такие стримеры бросают работы, и здесь вот пытаются как-то выжить, и вот предлагают вот такие сборы. Ну вообще, вообще, когда вот наблюдаешь за новыми стримерами, ну скажем таки, кто там имеет, там один, там сто подписчиков, у каждого есть чуть ли не мечта бросить работу, ай, брошу работу, начальников, хорошо ведь играю, ща бабки рекой польются, а тут херушки, не так сидишь, не так одет, не то говоришь, не смешно, не затягиваешь, но все равно упорно начинаешь и продолжать стримить. Ну не просто быть на самом телестриме, да и стримеры, как кажется, переоценивать свои возможности, ну я веду начинающий, но играет так себе, весь стрим молчит, или пару фраз, давай пойдем купим что-нибудь на магазине, ну вот и все его слова, но не каждому это дано, мне вот точно не дано в этом же варзоне о чем-то рассуждать во время какой-то заварухи, я вот не могу, я весь, 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 у меня давление подымается до 200, а к примеру взять рекрентом, фиг заставишь замолчать, объясняет свои действия, публике это нравится, кто хает, а кто лает на него, ну вот, а у него реально получается, вот честно, вот у него реально это получается. Ну, теперь давайте смотреть, что у нас есть за запросы от наших любимых стримеров, вот, например, на оберег от читов, что это за оберег, он себе его купит, на шею оденет, ну вот парня хочет похавать, на пельмехе ему надо, а вот тут он просит уже на пельмехе по акции, наверное они чуть-чуть дешевле, да, 199 рублей, ну, а вот это, если не заберем хелл хаунда, надо заплатить 10 тысяч, иначе его увезут, вот обновки, пожалуйста, надо ему обновки, так, оперативка, тоже неплохо, на операцию колено, ну вот, человек заболел, побаловать стримера можно, 15 тысяч, он будет довольно разбалованным, поддержка, вот, самый простой запрос, поддержи стримера, вот, отдых в горах, неплохо, автошкола, тоже неплохо, Камрин, один рождение, на здоровье, ого, аж в 300 тысяч ценила, перезагрузка, 150 тысяч, неплохо, у тебя такая перезагрузка, перезагрузка, во, тут еще перезагрузка плюс отпуск, ух ты, как они, купить кровать, 50 тысяч, ну, что ты на ней делала, сломала, квартира, 20 тысяч, тоже не, такой, обыденный вариант, как говорится, на косметику, 5 тысяч, неплохо, ну, ты продумала бы это дело, чтобы не вывалиться, на материнскую плату, 15 тысяч, заплатить за квартиру, 15 тысяч, не та сцена, о, в класс на шторке, во как, вы арестованы, вот, за 5 тысяч вы будете арестованы, ну, примерно так, ну, вот, к примеру, взять вот эту девушку, каждый день выходит в эфир, как говорится, как на работу, ну, как уходит, ну, вот, как выйти на работу, как говорится, без глубокого декольте, ну, как же не показать, чем мать природа нагрудила такими выступами, ну, молодец такая, что-то импровизирует, что-то там придумывает, рисует там, танцует, что-то, что-то постоянно придумывает, скажем вот так, ну, вот, сбор мне понравился на шторке или быть арестованы, вот, где больше всего понравилось, ну, все равно она такая молодец, где-то учится, а вот тут, смотрите, вот, легла спать, и вот, разбудите меня за донат, я вот проснусь, ну, разве не молодец? Ладно, поехали далее, дальше будет интереснее, поверьте. Вот тут, ребята, я прошу не обижаться, кто случайно стал героем этого видео и попал, скажем так, в топ. Ну, вот есть такой парень, ну, вот, мы сейчас смотрим от его лица, и вот как-то случайно увидел, что он там стол запросил, ну, кто ж не просит, все просят что-нибудь, стол, столы, стулья, ну, тут отдать долг. Ну, ладно, ну, думал ты, ну, есть у тебя долги, ну, давай будем отдавать за тебя. Ну, забавно, на самом деле, и довольно как-то стрёмно это, на самом деле, звучит, отдавать за кого-то долг. А зачем ты убрал? Ты же на что-то рассчитывал. Сперва не особо, ну, это привлекло мое внимание, но думал, есть долг, ну, какая-то срочная проблема. Ну, а дальше меня просто больше всего удивило. Я так понял, что со сборами и возврата своего долга он закончен, но тут появился новый, скажем так, баннер запроса о сборах денег. За невыплаченные призовые из турниров 100 тысяч. Это как понимать? Тебя кинули, и нам надо собрать тебе? Вот я вот тут, конечно, в недоумении, это какой-то бред какой-то, честно, я тут уже даже не знаю, что сказать. Ну, ты не обнаглел, братан, тебе призовые, ну так разберись, или ты уже... А если тебе выплатят призовые, ты вернёшь? Ну, вот примерно так. Ну так, идём дальше. Дальше будут интереснее запросы. На лечение биполярочки. Да уж, простите меня, может быть, за малограмотность, но такого слова, ребята, я, конечно, что-то не встречал. Может быть, я не такой молодой и такого слова не знаю. Но, начну с первого. У чувака, стримера, 179 фолловеров, 1-2 в эфире, и 500 тысяч он хочет собрать за 100 дней. Ну, ты красавчик. Ну, я не знаю, может, ты слишком жирно плюнул на 500 тысяч. Ну, а второе. Давайте разберёмся, что это за слово. Это, оказывается, у детей, подростка, психическая... Ой-ой-ой-ой-ой. Может быть, что-то он другое имел в виду, чего я не знаю. Ну, что мне попалось первым. Ну, что-то тут уже не складывается. На детей, ну, ты точно не смахиваешь. И вопросы у тебя тут явно не детские. Охренеть. Есть вот такой молоденький стример с большими ушами, но с большими надеждами на вас, дорогие зрители. Ничего лишнего, как говорится, не прошу. Просто хочу стать полноценным стримером. Меня всё заколебало играть и люблю. Хочу перейти тысяч навсегда. Только требуется от вас 50 тысяч, 150 тысяч для убедительности моего решения. Тут всё просто. Ну, как иначе такое понимать? Ну, если обратить внимание, в Твиче, кстати, многие, кто ломятся и, скажем так, довольно такого взрослого возраста. Вот, например, взять вот этого мужичка, который вот, скажем так, в годах, ему 47 лет, с его слов, играет довольно такие сложные шутеры, где требуется такая довольно шустрая реакция, у которых даже у молодых нет. Но вот играет и даже довольно неплохо получается. Ну, как я и говорил, он довольно взрослый, соответственно, имеется семья, и, соответственно, эту семью нужно как-то поддерживать и содержать. А отдыхать тоже никто не запрещал, и отдыхать тоже нужно всем и каждым. И вот в чём он мне привлёк моё внимание. Ну, согласитесь, ребята, тут такие нехилые такие запросики на 150 рублей, свозить жёнку на Багамы. Ну, обратите внимание, главное тут не запутаться. Была часть первая, вот эта часть вторая. Первая часть 150 тысяч, вторая часть тоже 150 тысяч. Ну, наверное, если бы я смотрел его все стримы, там, наверное, он как-то вразумительно объяснил бы, почему две части, сколько ты там что, по частям возишь, или ты несколько возишь раз, либо ты сколько раз туда вообще поехал, зачем столько частей. Обращаем внимание, это, наверное, часть третья. Уже свозить жёнку на Багамы уже за 250 тысяч. Да читеры, блядь, ну ты тут не читеры, блядь, тут, тут ты оборзел, мужик. Сколько ты можешь на Багамы возить? Ну и как вы думаете, кто мы мог забрать первое место в этом рейтинге? Ну, конечно, запрос на 1 миллион 800 тысяч. Но, 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 обратите внимание, на что он просит? На подстрижися стримы. Что это за слово, чувак? Объясни. Подстрижися. Я такого слова не знаю. Может быть, на подстрижься стримеру? Ну, или торопился, что ему надо его поддержать? Ну ладно, чувак, ты продолжай кушать. Мы за тобой немного понаблюдаем, что ты тут у нас выкладываешь. Как вкусно и приятно. Да не говори. И хочу обратить внимание. Как вкусно и приятно. Чувак, оказывается, хочет оплатить ипотеку и уволиться с работы. Ну, блин, благородное дело. Видимо, тебе настолько это так настохерело. Ну, как в итоге, этот баннер он снимает где-то на 50-60 тысяч. Ну, видимо, не судьба. Ну, кто знает. Может быть, этому реально парню оплатили ипотеку и работу, и здесь он теперь становится полноценным игроком. То есть, выходит полноценно на работу. Ну, я об этом в заключении расскажу, с какими я встречался вот большими донатами. Ну, а в данном случае, чувак, ты занял первое место в этом рейтинге. И с чем я тебя и поздравляю. Ну, а теперь подходим к самой злачной части этого видео. Это подсчет денежек. Ну, как же. Все стримеры сидят не просто аж так. Есть донат, есть мелкий, есть крупный донат. Ну, вот взять вот этого стримера. Ну, вот я ему искренне завидую. Занимается своим любимым делом и получает вот такие деньги. Я не знаю, за какой промежуток времени столько денег, но выглядит очень впечатляюще. Ну, вот я не мог еще раз пройти своего любимого стримера. Вот тут он объясняет, прокачит молодые умы, что вот вместо 400 ты сейчас платишь 100 рублей и можешь вступить ко мне в команду и со мной, с великим игроком сыграть. Ну, просто иначе. Ну, выглядит вот так смешно, честно. И он создал такую некую, некую такую секту. Ну, в кобычах, конечно, но я шучу, утрирую, но не обижайтесь. Но, чтобы со мной сыграть, надо отсмотреть какое-то количество часов. А если ты не хочешь смотреть какое-то количество часов, оплати 500 рублей и сразу ты поведешь ко мне в команду. Ну, вот, прикольно. Ну, молодец, чувак. Ну, вот, честно, не люблю считать чужие деньги, но вот тут просто мне захотелось посчитать, ну, сколько, ну, можно зарабатывать. Вот, посмотрите, какой огромный донат был, 482 тысячи. Смотрим, спустя какое-то время. 517 тысяч 400 рублей. Это за что? А теперь все это складываем и получаем 885 тысяч. Это ж охренеть, кстати. Это чуть-чуть не хватает до миллиона. Ну, утрирую. Но это до хрена. Это PCS как до хрена. Это что за фанат? Его творчество так донатит. Ну, пипец. Это, блин, разрыв мозга. Я завидую. Бля, я реально завидую тебе. Я тут вот еще случайно понаблюдал, вот, как он обучает молодежь. Представляете, ну, вот в Твиче теперь можем не только об играх подискутировать. Ну, тебе могут тут и научить просто, что было в моем поколении, что в твоем. Наше поколение было не умнее, не тупее, но явно больше книжек читал. Ну, так. Ну, вот, просто забавно это смотреть. А тем не менее, бегущая строка с его донатом протекает, протекает. Мужик, ты нашел свою сферу, и ты нашел именно, как так вот. И вот, смотрите, смотрите. И на тебе 55 тысяч, ну, ты, короче, подзаткадись и давай, гоу, витос, толкай. Ну, вот, пипец, донат валится просто на голову, блин, я охреневаю. Вернемся к знаниям. Ну, на тот момент, какие у нас были знания, то есть, я имею в виду, то есть, вот сейчас, вот что я имею в виду, интернет, там, доступность, все остальное. Но тогда этого не было. Мы черпали из литературы то, что могли. Вот. Поэтому, ну, то, что за счет того, что мы больше читали... Вот тут случайно застал эту тему спора, как он вычит, как говорится, молодняк. Ну, я просто устал. Ну, вот смотрите, обратите внимание, смотрите, финт. Опа, как я умею за подписочку. Вот, как я говорил в начале видео, за подписочку надо всего лишь пару ласковых слов и показать свои сильные бицухи. Ну, что ты должен, вот без обид, мужик, ты тут себя просто нашел. Ты красава. Вот, честно, если еще будут такие продолжать донатеры, ну, ты точно с голодами выбрешь. Ну, просто красава, мужик. Блин, мой респект. Ну, и как говорится, напоследок для начинающих стримеров, вот хотел бы немного показать и сравнить. Вот специально взял, подобрал вот такого стримера. У него на данный момент почти 110 тысяч подписчиков. Ну, он в КС играет, в GTA, еще что-то. Ну, я точно не следил. Ну, я вот взял за какой-то промежуток времени и отследил его, вот эту бегущую строку. И максимум у него донат был 1400. То есть, ну, ладно, будет там какой-то хороший месяц, будет там, ну, там, 3-5 тысяч. Ну, вот он хотел, там, сделал баннер, хочу бросить, ипотеку и там работу, туда-сюда. Но за 10 тысяч, ну, там, при хорошем раскладе этого будет достаточно. То есть, тут получается такое, что ты что-то не то говоришь, делаешь, вот без обид. И не мне тебе это судить, и вообще не мне. Ну, тут вот такое сравнение. У того чувака, 14-17 тысяч подписчиков, он заработал 800 тысяч за какой-то промежуток. Ты заработал, ну, с максимальным донатом 1480. Ну, пипец, ну, как так можно прожить? Это для того, чтобы вот действительно не кидались реально с головой в этот твич. Ну, не всем это дано. Вот взять, к примеру, вот этого стримера, это просто вот, не знаю, звезда, не знаю, как назвать, талантище твича. Ну, вот просто красавчик. Вот я ему вот реально, вот в глубине души, вот реально просто завидую. Вот, повторюсь, я любимое дело, там, любимые игры, все на тебя смотрят, какая-то популярность. Ну, пусть это на твиче, это там, ты не президент, там, какой-то Саудовская Аравия. Но, тем не менее, он везде его засвечивает. Даже я теперь его выставляю, потому что, ну, как же, без этого игрока обойтись. Ну, у него реальный талант в твиче. Отлично играет, вот кто-то его хает, кто-то, как говорится, но играет он просто великолепно. Ну, кто, как говорится, там, играет в Warzone, и он находится в белом списке Warzone, ну, что сделать? Ну, это маркетинг-игрок, он просто продвигает колду, и на этом он зарабатывает. Вот, обратите, у него есть какие-нибудь попрошайки, баннеры? Нет, нету, у него теперь есть реклама. Зачем ему теперь просить, когда у него есть постоянно заработок? Вот к этому, конечно, можно стремиться, и многих это собьет, как бы, с пути, и увидит, и что, вот, куча денег такой парень зарабатывает, ему просто так их и дает. Ну, ребята, не надо испытывать иллюзий, надо потренировать, ни в коем случае не бросать сперва работу и бросаться сюда, надо просто сперва оценить, а потом здесь тестовать. Ну, так вот, кто все-таки досмотрел это видео до конца, желаю крепкого здоровья, ведь они и стримерам нужны, ну, хотя сидят они там в безопасности у себя дома, типа на работе, но надо вставать, разминаться, их приседать, прыгать туда-сюда, ну, как-то целлюлит разминать, иначе будет болеть. Ну, и, конечно, что желать в 2022 году? С наступающим Новым Годом, исполнением всех желаний и всех благ вам и вашим близким. Ну, всем до новых встреч и новых видео. Всем-всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok